Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак. В прошлой серии, если вы не смотрели, мы отбили атаку на Кайнар Морхен. Но у нас украли все, скорее всего, мутагены, то есть все ведьмачьи секреты. Мох и травы, у меня от одного запаха голова кругом идёт. Теперь же нам нужно вылечить бедняжку Трис, которая за нас воевала. И пострадала. Всё-таки приятно вернуться в эту игрушку. И музыка, и всё это очень-очень хорошо и очень-очень классно. Так, Ландерт, чё скажешь? Что-то случилось? У меня нет времени. Я пытаюсь сделать эликсир для Трис. Пузырёк с белой чайкой можно найти в оружейной на втором этаже. В спальне на втором этаже в сундуке возьми кальций Экум. По виду он похож на белые камушки. Могут быть ещё недобитки. Найди отставших и убей их. Нам тут пленные без надобности. За этой дверью есть лестница. Я бы пошёл, нам Мерригольд лежит у огня без сознания. Так, ну я всё найду. Это без проблем, в принципе. Так, сначала мы отправимся куда? В спальню. Действительно недобитки. Так, а уже ж лутаться можно, правда? Да, уже лутать их можно. Монетки. Монетки это очень хорошо. А стволы с вас поднять нельзя. Ну ладно. Плохо. Не попомню, когда-то промышлял этим делом. Так это вход в спальню. Тут завал. Ну я говорил, что крепость Кайр Морхен переживает не лучшие времена. Ты пожалеешь о том дне, когда родился. Да, блин, задолбал. Да, блин, задолбал. Так лучше. Это на мелких можно этот быстрый стиль юзать. Чё, тут ничего нету, разве печально? Ладно. Давай уже отдыхай. Так, отсюда я пришёл. Тут ничего, там тоже ничего. Ты пожалеешь о том дне, когда родился. Да, чё ж такое? Боёвка, знаете, необычная. Шкафчики. Шкафчики это хорошо. В шкафчиках обычно... Чё? Бутылочка с водой. В шкафчиках обычно чё-то есть полезное. Такие, типа, как книги, но... Книг тут, к сожалению, нет. Да. Вот это комната Трис. Ещё вода. Вода, это мелок для проточки оружия. Так. Ну, в принципе, давайте сходим. Почему бы и нет? Всё равно там другого пути нету. Комната Трис. Вот блестящий полк. Когда такое было, а? Ё-моё, 2007 год. Это было просто невероятно красивая графика. На то, естественно, время. Так, тут у нас обвал. Давайте сюда ещё заглянем. Ничего. Опять же, ничего. Бестолковая комната на все сто процентов. Так, ну, я упоминал про то, что эта игра очень неторопливая. Но, тем не менее, это всё-таки погружение в этот мир. Нам дают полазить в... О, вот это оно, да? Да-да-да. Неизвестный эликсир. Книга про химмеру. Спорник информации необычный. Так, это нужно в этом читать. Нашёл материал. Один есть. Так, а это что? Что за книжка-то? Монстрариум или ведьмаки. Так, это тоже довольно интересно, но смотреть пока ничего. О, белая чайка. И неизвестный эликсир. Так, я нашёл алкоголь. Я собрал ингредиенты и убил всех бандитов. Теперь надо поговорить с ламбертом. Да, конечно. Так, кинжал давайте возьмём. Никогда кинжалами не пользовался. И топор давайте возьмём. Вот топор неплохое оружие такое. Но я всегда пользовался только мечом. Не знаю почему. Мне просто нравился меч. О, тут ещё что-то есть. Как это я пропустил? Этот сундук. Он пустой. Понятно. Ладно, что, уходим тогда отсюда. Больше тут делать нечего. Разве что в останках ещё покопаемся? Ну, тут по две монетки у каждого. Ерунда. Вроде наёмники, а что такое? Два Орина. Даже помню местную валюту Орины. Круто. Я эту игру в своё время прошёл, ну, раз пять точно. Просто тогда ещё не было в что играть такого типа Скоримчика или каких-то ММО. Ну, тогда, конечно, был World of Warcraft, но я не любитель Вова. Я всей душой и всем сердцем ненавидел World of Warcraft. Да и, в принципе, и сейчас его не очень-то перевариваю. Так, ну чё, Ламмерд? Я, в принципе, всё собрал. Можно лечить Трис. Привет. Здорово. Сделано. Сделано. Ингредиент у меня. Бандиты мертвы. Отлично, я тебе сейчас научу. Но чтобы сделать эликсир, этого недостаточно. Надо ещё две вещи. Тебе понадобится коготь сильного чудовища и ласточкино зелье. Ласточка есть. Хорошо, ласточка у меня есть. Ну, вот Весемир, стопэ. Было нелегко. Я прикончил нескольких мародёров наверху. Без тебя мы бы не справились с Химерой. К несчастью, они почти всё забрали. И если бы Трис не пришлось сражаться с Аволой, она могла бы спасти хоть часть. Но устройство не самое важное. Возможно, если бы я пошёл с Трис, то мог бы остановить Саволу. Возможно. Если бы не ты, Химера могла бы убить кого-то из нас. Ты хорошо всё сделал. Возьми эти доспехи и меч. Я их держал для тебя. О, спасибо. Ламберт дал мне формулу. Ламберт дал мне формулу. У тебя должна быть белая чайка и кальций Экум. Есть. Что дальше? Тебе понадобятся ласточкино зелье. Есть. Можешь взять его у меня. Плюс коготь монстра. Например, Химеры. Чтобы освежевать тушу, возьми острый нож и разрежь кожу вдоль туловища. Потом останки Химеры на верхнем дворе. Когда снимешь шкуру, отдохни у огня и сделай эликсир. Без проблем. О, бронька. Блин, как я люблю эту бронь. Так, а что за меч? Что за меч? Стальной ведьмачий меч. Так, повреждение в зависимости от стиля. Вероятность критической кровопотери. Только, видите, это оружие несовместимо с ведьмачьими боевыми стилями. Ну и ладно. Это, наверное, потому я использовал только ведьмачий меч. Ну что, пошли? Хотя, не помню. По-моему, не только ведьмачий. Я там любил вот этот меч эльфов, такой на катану похожий, красивый. И меч этих Саламандр. Он вообще такой классный-классный был. Так, а вот и Химера. Так, коготь Химеры, глаз Химеры. Я бы еще башку ему отрезал и как талисман взял бы. Ну, ладно. Теперь займемся эликсиром. Я, кстати, скачал какое-то золотое издание. Поэтому там куча дополнений. Но это дополнение не к основному сюжету, а более к приключениям, что ли. Как-то так это называется. Садись уже. Так, вот она, Алхимия. Эликсир для Трис. Так, давайте отдохнем. До рассвета. И у меня есть три очка навыков. Я могу вложить сила, ловкость. Так, что у нас дает сила? Повреждения, ответные удары, здоровье. Плюс 25. Это очень хорошо. Атака, уклонение, иммунитет к ослеплению. Хорошо. Выносливость. Восстановление, сопротивление, энергия. Интеллект. Но интеллект по знакам, наверное. Открывает доступ к второму уровню знаков. Базовая мощь знаков плюс 10%. Очень и очень неплохо. Так, это у нас еще вероятность оглушения. Затраты энергии. Так, ну куда бы то вкинуть? Давайте в силу вкинем, потому как повреждения плюс... Но это мы качать не будем. Вот это вот раз. Здоровье плюс 50. Тут сопротивление, повреждения. Тоже очень и очень неплохо. Но я хочу более ловкость качать, потому что ловкость это дело очень и очень хорошее. Вот, персонаж получает умение отбивать стрелы. То, о чем я говорил. Вот, атака плюс 50% и уклонение. Ё-моё. Но для этого необходимо выпить мутаген. Ммм. Печалька. Так, что у нас по выносливости-то? Выносливость это энергия, я уже смотрел. А вот еще силовой стиль есть. Так, кровопотери. Вот, повреждения 20. Повреждения 40%. Все, ведьмака осталось менее 15% здоровья. Ну это, конечно, интересно, но... Броня противника минус 20. Так, ну давайте возьмем... Ну у меня, в принципе, одно очко осталось всего лишь. Так, а быстрый стиль? Ой, атака плюс 100%. Да вы что, серьезно что ли? Не, ну давайте сначала вот это прокачаем. А на следующем уже уровне. Вкинем в силовой стиль. Вроде все. Так, ну че? Не, 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 не то. Не то, не то, не то. Фу, выплю. Блин, а какой кнопкой выйти из медитации? Ну ладно. Я хотел с весь миром поговорить. Да. А есть еще ведьмаки, кроме нас? А есть еще ведьмаки, кроме нас? Когда-то было еще две школы ведьмаков. Но с тех пор, как я последний раз о них что-то слышал, прошла уже уйма времени. Ты видел всех ведьмаков, которых я знаю, кроме Берингара. Я его знаю. Не думаю. Он необщителен и выбрал свой, отличный от нашего путь. На самом деле, никто здесь не может сказать, что он знал Берингара. Он часто сбегал из Каэр Морхена, но всегда возвращался. После испытания травами, он принял свое предназначение и начал тренироваться. Почему его нет здесь? Почему его нет здесь? Не знаю. Мы потеряли с ним связь. Можно я что-то спрошу? Можно я кое-что спрошу? Конечно. Я думаю, озвучивать не нужно. Тут великолепная озвучка, причем так, как написано. Вы с Трис часто ссоритесь? Было в прошлом. Чародейки и их тщеславие. Хотя, по сравнению с остальными, Трис просто ангел. Да, у меня есть кое-что для тебя. Спасибо. Не за что. Можно я кое-что спрошу? Конечно. А кем был Лео? Очередным сиротой, жертвой войны с Нильфгаардом. Я начал учить его шесть лет назад. Соболезную. Мы вернем наши секреты и найдем тех, кто убил Лео, даже если они сбегут на край света. Нет, я согласен. Можно я кое-что спрошу? Доктор сдохнет, как собака. Так. Есть мысли, кто на нас напал? Да, да. Нет, но наличие мага означает, что это не просто бандиты. На мертвых мы нашли значки в виде саламандр. Чувствую, нас ждут тяжелые времена. Ну и последний вопрос. Можно я кое-что спрошу? Конечно. Ты уже защищал Каэрморхен? Когда-то здесь жило много ведьмаков. Они тренировали мальчиков для испытания. Только они знали секреты мутации. Время от времени здесь зимовали ведьмаки, которым не нашлось места среди людей. До битвы в Каэрморхене было 23 ведьмака и 40 учеников. Слишком мало, учитывая ту толпу фанатиков, с которой они должны были столкнуться. Я так и не узнал, почему они пришли. Позже говорили, что это был самопроизвольный взрыв ненависти, выросший из обычной неприязни к ведьмакам. Но нет. Кто-то спровоцировал толпу, раздавая листовки, в которых не было ни слова правды. Специальные агенты читали их крестьянам. Факт, что фанатики, несмотря на подавляющее численное превосходство, не захватили бы крепость без помощи чародеев. Выжил только я. И то чисто случайно. Не пощадили даже самых младших. Походи здесь, волк. Скелеты все еще тут. Может быть, найдешь листовку, которых раньше были сотни. Прочитай ее и запомни. Пусть это послужит предостережением для тебя, чтобы ты знал, на что способны люди. Да, за все время я проходил на стороне людей. Я даже не знаю. Может быть, стоит прислушаться и в этот раз примкнуть к Скоэтаэль? Так, нам нужны покои Трис. Тут просто не подняться, поэтому пройдем через уже знакомые нам места. Подождите, а тут был Ламберт. Я его сквозь стену увидел. А вот там Эскель. Значит, где-то тут и Ламберт. Таймсел для приемов. Вот. Здорово. Привет. Что скажешь по поводу нападавших? Любители? Если бы не Мака, это Химера, мы могли бы побить их с закрытыми глазами. Но у них были и Мака, и Химера. Они ограбили нас и убили Лео. Ты прав, Волк. Это серьезное дело. Мы найдем их, черт побери. Лео сказал, что почти победил тебя? Лео сказал, что он почти победил тебя. Мы фехтовали, когда началась эта адская буря. Мой медальон так сильно дернулся, что я чуть не упал. А сопляк это использовал. Эх, у него был потенциал. А потом появилась Меригальд. Она была не в себе. Тряслась, бредила и настаивала, чтобы мы догнали дикую охоту. Утверждала, что это очень важно. Весемир согласился. Он всегда к ней неровно дышал. Остальное ты знаешь. Тебе не нравится Трис. Дикая охота. На мой взгляд, она слишком важничает. Ладно, расскажи о стилях ведения боя. Расскажи мне о стилях ведения боя. Искусство ведения боя включает в себя три традиционных стиля боя на мечах. Плюс их разновидности для борьбы с чудовищами. Эм, ну давай о традиционных. Расскажи мне о традиционных стилях. Каэр Морхен, школа волка. Старый Весемир всегда следил за тем, чтобы нас тренировали скорее как воинов, а не как магов. Хотя знаки мы тоже учили. Но хватит об этом. Ведьмаки используют три боевых стиля. Аддан Айния, огненный танцор, который для простоты называют быстрым стилем. Верлиданский, наев дофиаини глэидив, групповой. И Тамирянский дьявол, так горячо любимый ланскнехтами и другими силачами. Стиль силы, о котором мне рассказывать. Ох, твою мать. Давай про огненного танцора. Огненный танцор, это интересно. Этот стиль создал легендарный эльфийский фехтовальщик и поэт Нисаил. Он основан на системе шагов и ударов. Создавая его, он наблюдал за дикими кошками. В особенности за оцелотами, которых эльфийские правители использовали как дворцовую стражу. Для этого стиля скорость и ловкость важнее, чем сила удара. Огненный танцор не дает противнику возможности нанести удар. Как писал Нисаил, идеальный фехтовальщик – это пламя, которое невозможно ударить. И которое жалит каждый раз, когда до него дотрагиваются. Этот стиль использует почти вся эльфийская аристократия. Вероледанский, Наев де Феаине, Глойдив, групповой. И Тамирянский дьявол, так горячо любимый ланскнехтами и другими силачами. Стиль силы. О котором мне рассказывать? Ну а что, давайте послушаем. По-моему, это очень интересно. Ну давай про этот силовой. Расскажи мне о стиле Вероледан. Или это групповой. Если перевести дословно, этот стиль называется «Стиль девяти мечей солнца». Его создали фехтовальщики Вероледа, для того, чтобы одновременно вести бой с несколькими противниками. Главное в этом стиле – сложная последовательность ударов. Мастера этого стиля могут сражаться одновременно с девятью противниками. Вероледанский, Наев де Феаине, Глойдив, групповой. Так, ну давай последний. Тамирянский дьявол – что-то знакомое. Ха-ха, не могу сказать, что этот стиль включает в себя какую-то философию или поэтические сравнения. Его создали тамирянские ланскнехты, а это простые мужики. Он очень действенный в битве с противниками, навесившими на себя тяжелую броню. Вероледанский, Наев де Феаине. Все, все, все. Давай поговорим. Как скажешь. Все, поговорили, спасибо. Идетая. Ну это было познавательно, по крайней мере. О. Эскель. Тебе что-то нужно, Волк? Не знаю, что ты мне что-то расскажешь. Да. Ммм, ага. Так. А Трис не могла помочь тебе закончить мутацию Лео? Может и могла. Я не знаю. Мы никогда не показывали Трис лабораторию. А последняя мутация была совершена много лет назад. Еще перед битвой. Весемир может тебе рассказать больше. Ясно. Ты думаешь, Трис никогда не использовала магию, чтобы заглянуть внутрь лаборатории? Она уважает наши тайны. Кстати, она многое сделала для нас, для тебя. В общем, я ей доверяю. Так почему же ты не показал ей лабораторию? Трис захотела бы использовать наши тайны в благих целях, чтобы лечить людей и все такое. Я не сомневаюсь, что она бы попробовала. Но ведь это не так просто. Знаешь историю про гнома Альфреда Набеля? Нет. Эскель, я потерял память. Несравненный изобретатель, как и большинство его сородичей. После многих лет исследований он открыл удивительное вещество. Он хотел использовать его в шахтах и каменоломнях. Хоть он был и гений, Альфред так и не смог предвидеть другого применения своего изобретения. Но другие быстро поняли, что вещество, которое может разорвать на куски крепчайший гранит, может разрушать и стены замков. А другие подумывали о том, чтобы использовать его в открытом бою. Ну понятно. И что же произошло с Альфредом и его открытием? Волшебники не дали этому чуду стать достоянием многих. Альфред покончил с собой, а его лабораторию сожгли. Это правильно. Так, ладно. Не будем. Прощай. Самое... Заниматься ерундой. Нужно вылечить трис. Где тут лестница? Опа. Берем. Пригодится. Три лестницы. Ух. Держи. Спасибо, Геральт. Надеюсь, это зелье поможет. Ужасно. Мне снилось, что Ламберт был со мной. Он сказал, ты мне тут не смею умирать, Мэри Гольд. И ты ведь заносчивая ведьма, которая знает всё лучше всех. Я так рада тебя видеть. Почему ты смеёшься? Рад, что тебе лучше. Я знаю, что нам уже пора отправляться в путь. Но у меня есть предчувствие, что мы никогда больше сюда не вернёмся. Ты не можешь ненадолго задержаться? Побудь здесь со мной. Конечно. Конечно. И они сильнее, чем прежде. Трис, я не могу говорить о прошлом. Конечно. Мне не следует на тебя давить. Мне просто так... О, боги. Я веду себя как девчонка. Вернёмся к настоящему. Весемир рассказал мне, что случилось. Я подвела вас всех. Прости. Нет. Ты не виновата. Ты нам помогла. Тут нечего прощать. Последнее время мне редко доводилось радоваться. Радость, которую я ощутил, узнав, что ты жива, трудно сравнить с какой-либо иной. Разве только с той, какую я испытываю сейчас, глядя на тебя. Я так по тебе скучала. Давай посмотрим, выдержит ли нас лучшая кровать в Каэр Морхене. Геральт, это было великолепно. Как всегда. Как всегда. Ты и правда ничего не помнишь? К несчастью. Чем закончилась битва? Они ворвались в лабораторию, убили Лео, похитили наши мутагены и сбежали. О, нет. Бедный Весемир. Ещё один его ученик погиб до срока. Мы отложили похороны. Ждали, пока ты придёшь в себя. Спасибо. А ваши легендарные мутагены? Их потеря может обернуться катастрофой? Ладно, не будем терять время. Если у тебя больше нет вопросов. Да, не стоит заставлять Весемира ждать. Да, не стоит заставлять Весемира ждать. Тогда пойдём? Я обещал, что не буду пробовать читать диалоги перед тем, потому что великолепная звучка, но... Чё-то как-то, видите, борюсь сам с собой. Прощай, малыш. Ты был бы классным ведьмаком. Но не сложилось. Мы не знаем, откуда эти бандиты и кто за ними. Вместе мы привлечём лишнее внимание. Разделимся. Тогда быстрее их найдём. Я на запад. Там у меня знакомые, да и климат я тот люблю. А я на восток, в Кай-Двен. Если никто не против. Ладно, а куда мне идти? На юг, в Тимирию. Король Фольтест тебе обязан. Ты когда-то расколдовал его дочь. Возможно, след бандитов ведёт туда. А ты, Трис? Попробую использовать связи, чтобы найти бандитов. Если что, я свяжусь с Геральтом. Я постараюсь быстрее собрать информацию и найду тебя в Узиме. Трис. Не надо, Геральт. Не люблю прощаний. Нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка. Береги себя, Геральт. Я не переживу всё это второй раз. Увидимся. Трогательная сцена. До встречи, Трис. Ведьмыки отправились на поиски украденных секретов на все четыре стороны света. Геральт из Ривии пошёл на юг, в Узиму. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Альвин, сделай так, как я скажу. Это очень важно. Со всех ног беги к таверне. Не смотри назад. Понял? Злые собаки. Беги! Боргесты. Адские гончие. Забавно. Закрывай ворота! Зверь! Зверь напал! Тревога! Ох... Не повезло. Геральт, тебя послала нам Милители. Там на улице женщина. Собаки сейчас разорвут. Её помоги ей. На помощь! Не открывайте ворота! Чудовище проникнут сюда! Да, эти собаки смертельно опасны. Я здесь не местный, но вы люди. Просто чудовище. Отойдите. Я сам спасу её. Стой. Не выходи туда в одиночку. Будь ты проклят! Мы все умрём! Чё ж ты не атакуешь-то, Геральт? Да что за говно? Ничтож этих псов! Или нам всем конец! Что это было? Наверняка магия. Когда окружают, нельзя бить на полную силу. Огненный пёс. Придёт век. Век волчьей пурги. Придёт час белого хлада и света. Час безумия и презрения. Тедрят. Час конца. Мир умрёт и возродится вместе с новым солнцем. Воспрянет он старшей крови. Из зерна засеянного. Зерна возгорится пламенем. Древнее эльфийское пророчество Этлины. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Кажется, он спас нас от этого зверя. Хорошо. Мне кажется, Альвину стало лучше. Я найду кого-нибудь, кто бы смог о нём позаботиться. Его нельзя оставлять одного. На время мы остановимся в таверне. Погоди. В пути я наткнулся на диких собак. Не таких, как эти. Причём я имею в виду не только зелёную шерсть. Ты что-нибудь о них знаешь? Они наводят страх на всю деревню уже некоторое время. Убивают человека каждые несколько дней. Вожак стаи, огромный пёс, может быть, волк. Люди зовут его просто зверем. Кто-нибудь захочет заплатить за то, чтобы этого зверя убили? Я знала, что это тебя заинтересует. Именно этим и занимаются ведьмаки, ведь так? Ну да. Ну хватит про чудовище. Что тебя сюда привело? Я ищу человека со значком в форме саламандры. Не видела такого в окрестностях? Тсс, не так громко. Кто-то такой был здесь. Но крестьяне не имеют только заговоря о нём. Преподобный может что-то знать. Ясно. Ты можешь и о звере с ним поговорить. Я так и сделаю. Ещё что-нибудь? Так, а мы знакомы с тобой? Да. Мы знакомы. Это же я, Шани. Ты что, меня не узнаёшь? Нет. Да что с тобой стряслось? Я слышала, что ты погиб во время погрома в Ривии. К сожалению, я потерял память. Помню последние несколько недель, но больше ничего. Боюсь, что я не смогу тебе помочь. У нас на севере неврология ещё только зарождается. Могу только сказать тебе, что иногда память возвращается. Вообще всё не так плохо. Я уже постепенно привыкаю. С сожалению, констатирую, что чародеи в таких случаях действуют эффективнее. Может, кто-нибудь из них мог бы тебе помочь? Так. Ну, давай. В первый раз за долгое время попал на след Саламандры. Это для меня очень важно. Ты о них что-нибудь знаешь? Это шайка бандитов. Местные запуганы до Одури. Вчера они привезли мальчика. Эти мерзавцы секли его ламией. Ламией? Маенский кнут. Плётка с небольшими шипами и крючками. При каждом ударе срывает кожу и мясо. Её запретили в большинстве цивилизованных стран. Мальчик бредил. Говорил что-то про выкуп. Речь, видимо, шла о Дане. Он хотел увидеть преподобного. Увы, лихорадка заврала его, и он умер той же ночью. Спасибо, Шани. Кажется, я задержусь здесь на более долгий срок, чем планировал. Скажи, а почему это ты вдруг заинтересовался саламандрами? Они убили кое-кого, кто был мне дорог. Так, и они кое-что у меня украли. Не хотела бы я быть на их месте. Ладно, пока. Пока. Что ж, давайте-ка на этом уже и закончим. Пожалуй, потому как время подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Вот такая вот игра ведьмак. Для тех, кто в своё время не прошёл её. Наслаждайтесь этим прохождением. Игра очень и очень интересная. Так, давайте-ка соберём ещё останки. Потому как это дело нам пригодится. Там башка и какие-то киборгестов. Так, они сожрали двух людей. Трёх людей. Четверек. Блин. Трёх и стражника. Ну, я бы не сказал, что она того прям стоит. Но, в принципе, это всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых видео. Всем пока.